западные фармкомпании приостановили клинические исследования в россии что это означает для рынка лекарств для врачей и пациентов сегодня это абсолютно не паническая ситуация значит у нас во первых приняты как бы но не хочу называть это ответными мерами но меры которые в случае необходимости позволит получить фактически любой препарат который обращается где-то на мировом рынке и в будущем мы видим некоторых пациентов которым явно в рамках исследования препарат помог и для них доступ к клиническом следы ранний доступ к новому инновационному лекарственному препарату в общем масштабе страны наверное это не так уж и никто не заметит какие разработки наращивают российские фармкомпании в августе мы получили разрешение на проведение клинического исследования при спинальной мышечной атрофии где будут участвовать детки до 8 месяцев также активно реализуется программа при нейробластом и также у пациентов младшего возраста какие оригинальные собственные инновационные исследования проводятся прямо сейчас это новая мишень на рынке на сегодняшний день а препаратов к этой мишени нет поэтому молекула уникальна и мы планируем эту разработку выводить не только в россии но и в мир на самом крупном в мире симпозиуме по опухолям желудочно-кишечного тракта этим летом сан-франциско внимание многих ученых было приковано к крошечному пузырьку во флаконе алофонип первый в мире таргетный препарат который прицельно работает против конкретных частей клеток при опухоли желудка лекарства бьющие именно по таким мишеням разработали два ведущих онколога из россии профессор сергей тюляндин и онколог илья тимофеев ученые шесть лет подбирали молекулы пока не получили это исключительно российскую разработку аластерический ингибитор рецептора фактор роста фибропластов за этими наукообразными словами суть открытия ударить точно в цель когда пациент уже ничего не помогает таких препаратов мире еще не было мы нашли что данная мишень экспрессируется имеется на клетках рака желудка и на клетка рака яичников которые очень распространены в россии соответственно задача была придумать препарат который блокирует эту мишень инновационность данной разработки заключается в том что препарат связывается с определенными центрами в данном рецепторе и изменяет его изменение этого рецептора приводит к тому что опухлевая клетка желудка рака желудка не активируется и опухоль и метастазы погибают их стартап при поддержке фонда сколкова провел доклинические исследования и первую фазу уже на людях алофани подводили 21 пациенту из россии у всех рак желудка со множественными метастазами на химиотерапии нестандартные лекарства уже не помогали такая тяжелая когорта пациентов при этом в 68 процентах случаев мы добились контроля над болезнью их опухоль перестала развиваться эти данные онкологи представили на конгрессе в сша их доклад выбрали из трех наиболее интересных для специальной дискуссии еще один пациент 6 линий терапии получена организм на фаршированы метастазами через уже два месяца назначения алофани по сам метастазы стали сокращаться в частности на 24 процента один большой на 7 процентов а главное что этот пациент с мая 2021 года жив до настоящего время еще алофани показал себя не сильно токсичным впереди вторая фаза исследования уже на 150 пациентах было показано что алофани работает у пациентов которые уже исчерпали весь ресурс стандартной терапии то есть по сути это пациенты кандидаты для хосписа первые результаты позволили инициировать исследование второй фазы где алофани будет уже изучаться у пациентов с ранее нелеченных которые не получали лекарственное лечение это тоже рак желудка вторая индикация это рак яичников для которого тоже очень мало препаратов и мало революции в данной для данной опухоли мы решили попробовать использовать алофани и изучить его у пациентов тоже которая которая больше не могут получать стандартное лечение российская компания рфарм это ее производство и лаборатории в московском технопарке приобрела лицензию на алофани и уже вместе с разработчиками препарата будет проводить вторую фазу изучения исследования в онкологии это в основном исследование иностранных препаратов в этом году по понятным причинам их все меньше и меньше связи с этим мы как отечественная компания стараемся поддерживать уровень и берем все больше инновационных разработок свой портфель эта молекула инновационная одна из первых в классе и мы возлагаем очень большие надежды на ее развитие и выход том числе в каких-то зарубежных странах результаты первой фазы их тоже сильно воодушевили то как алофани цель направленно скручивает рецептор на опухолевые клетки отсутствие у него сильных побочных эффектов и главное как он помогает продлевать жизнь из центра в городе омск пациент получал получил по моему 14 курсов химиотерапии до назначения алофани и продолжительность терапии именно препарата у него составил 18 месяцев это колоссальный срок то есть в течение этого периода у пациента наблюдалась положительная динамика в второй фазе специалисты будут идеально изучать механизмы работы этого препарата во второй фазе уже мы выбираем более определенные дозы на основании данных первой и проводим предварительную оценку эффективности вторая фаза да это наверное наиболее ключевой момент когда мы можем понять что препарат реально работает мы находимся в отделе клинических исследований эндокринологического научного центра здесь ежегодно идет около 30 клинических исследований различных лекарственных препаратов которые исследуют у пациентов с разными видами эндокринопатий это святая святых нашего отдела помещение для хранения биологических образцов которым получаем в рамках исследований сегодня ведущим федеральном эндокринологическом центре россии около 200 добровольцев те кто согласился протестировать на себе новые препараты когда все лежат под капельницам это как правило очень ранние фазы исследований и чаще всего это здоровые добровольцы а когда речь идет о пациентах реальных пациентах которые участвуют в исследованиях это конечно индивидуальный подход здесь всегда проходили и российские чаще международные исследования от 20 до 40 программ в год продолжаются все исследования которые были начаты где пациенты были включены и лечение их продолжается но с наверное с марта или с апреля практически во всех новых исследованиях международного был остановлен набор сначала это были логистические проблемы а затем просто вот было принято решение остановить набор в центре всегда тестировали инновационные лекарства и биоаналоги российского производства в том числе и новые виды инсулина вот этот сахар 82 как сейчас насколько хороший сколько после еды прошло же времени за полтора за полтора это очень хороший первый в мире инъекции инсулина была сделана ровно сто лет назад в россии сегодня около пяти миллионов человек с подтвержденным диабетом пока идет совершенствование в пользу вот именно технических средств управление диабетом которые облегчают это управление при этом позволяет достичь такого уровня глюкозы настолько близкого к нормальному что продолжительность жизни на сегодняшний день не ограничено осложнения не развиваются вообще александру логутину диагноз диабет первого типа поставили несколько лет назад он участвовал во всех возможных клинических исследованиях в центре эндокринологии и российских и импортных лекарств когда например вот эти суточные исследования были я агитировал в сети людей с сахарным диабетом первого типа ну парни естественно потому что там только мужчины могли участвовать и довольно таки большой процент людей которые приходили читали информированные согласия и понимали что они не хотят что они опасаются свое здоровье ну потому что это не курорт на самом деле пролежать сутки или даже больше под капельницей когда у тебя каждые пять минут берут из вены кровь он давно для себя решил участвовать эту возможность получить когда-нибудь инсулин который нужно колоть несколько раз день а например раз в неделю а когда-нибудь в будущем стать возможно одним из первых кто даже излечится надежно остается что будет найдено какое-то абсолютное излечение абсолютное лекарство от этого заболевания несмотря на то что да в принципе я бы сказал что я живу полной жизнью ничем себя не ограничиваю конечно же я еще помню свою жизнь когда мне не нужно было считать граммы углеводов в пище и думать о том что а высокий или низкий ли у меня сахар в данный момент возможно уход многих западных исследований из россии масштабах страны никто и не заметит но если речь не идет о смертельно опасных болезнях такой уход клиническими следами с рынка отразится в первую очередь на пациентах страдающих какими-нибудь редкими заболеваниями или пациентов с онкологическими заболеваниями у которых на сегодняшний день очень небольшой выбор терапии для врачей исследователей это опыт это опять же ранний доступ к новым лекарственным препаратам это участие в международном сотрудничестве вот я не думаю что отсутствие исследования нас отсекает на годы от тех препаратов которые фаркомпании захотят регистрировать в россии но это осложняет ситуацию продолжается отправка образцов западные лаборатории у нас продолжают идти клинические исследования которые были начаты до февраля есть российские исследования которые да в россии будет обрабатывать за первые полгода 2022 минздрав выдал 425 разрешение на клинические исследования это на почти 30 процентов больше чем за тот же период 2021 заметно меньше списке международных проектов зато куда больше локальных тренд на перераспределение рынка исследований общее количество исследований за первое полугодие этого года даже больше чем за за первое полугодие прошлого года или в среднем по статистике за 17 и 21 годы мы сейчас говорим про статистику которую публикует ассоциация организации организаторах клинических исследований но во втором квартале уменьшается количество международных клинических исследований увеличивается количество локальных исследований увеличивается количество российских исследований биоэквивалентности. То есть, больше относительная доля российских исследований выросла, а доля относительных международных снизилась. В России зарубежные фармкомпании часто проводят уже последние фазы исследований. Там уже оценивают эффективные дозировки, побочные действия, и почти всегда это препараты от самых опасных болезней. Что значит для пациента клинические исследования? Мы понимаем, что часто это прорывные инновационные препараты в таких сферах, например, как онкология. И для пациентов набор в клинические исследования иногда значит спасение жизни. Объединение пациентов России уже обратились к западным фармкомпаниям с просьбой вернуть исследования в страну. То есть это, вы знаете, в чем-то такая закамуфлированная, но отказ в будущем в поставке жизненно спасающих лекарственных препаратов в нашу страну. Поэтому мы считаем, что здесь интересы и права пациентов очень здорово нарушаются. Конечно же, российская фармаиндустрия идет вперед, и есть целая плеяда компаний, которые работают на высочайшем международном уровне. Но мы должны понимать, все ниши, они просто физические, особенно в сжатые сроки, закрыть не смогут. Иностранные компании прекратили набор российских пациентов, объяснив приостановку проблемы логистики. Для того, чтобы исследование было признано действительным, и его результаты не подвергались сомнению, существуют определенные условия. Вот по этим условиям биоматериалы в случае каких-то проверок и аудитов должны быть доставлены в течение там по-разному от 24 до 48 часов в центральную лабораторию. К сожалению, на территории Российской Федерации центральной лаборатории до этих событий не было. Чем больше мы с компаниями разговариваем, тем они больше заявляют о том, что они с радостью вернутся сюда. Либо это будет открыта центральная лаборатория на территории Российской Федерации, где мы, соответственно, сможем выдержать эти гарантии, либо будут открыты границы. По российским нормам, если в исследованиях не принимал участие хотя бы один медцентр в России, препарат не может получить госрегистрацию и легально продаваться. В исключении сделано для лекарств от орфанных, то есть крайне редких болезней. Я читал, Сеченовский университет высказывался о том, что вот мы там потеряем в ближайшее время 300 перспективных препаратов, которые могли бы к нам зайти, я с этим не соглашусь. Но, по всей видимости, коллеги не очень хорошо знают нашу регуляторию. Оно сможет попасть, но это не в рамках мультицентровых исследований. Но если какая-либо компания захочет зарегистрировать этот препарат в Российской Федерации, то она приходит сюда и проводит только в Российской Федерации, без включения зарубежных стран, предрегистрационные исследования. То, что там россияне не будут участвовать в исследовании, ну да, на стадии исследования они получают этот препарат, получают его бесплатно, но это достаточно небольшая когорта, как правило, от общего числа заболевших. Это не значит абсолютно, что препарат сюда не придет. Или наоборот, если исследование проводилось здесь, то 100%, что препарат сюда придет. У Татьяны Ивановны из Томска речайший диагноз – синдром Шогрина. Появилась сухость в органах глаза, нос, во рту. Кожа очень сухая была. И проблема с глазами у меня, со зрением. Как бы не фокусировалось зрение. Я работала в проектном институте. И я вдруг перестала работать так, как прежде. Диагноз мне поставили, в общем-то, достаточно скоро. Практически сразу. Насколько я осведомлена, то это заболевание достаточно редкое. Ревматологическое заболевание аутоиммунное. И поэтому лекарств, которые непосредственно лечат именно это заболевание, его нет. А именно те, которые смягчают симптомы. В этом центре, который специализируется на клинических исследованиях инновационных препаратов, она попала в программу – тестирует новое российское лекарство от ее болезни. Да, я лечилась раньше. У меня именно было смягчение симптомов заболевания. А сейчас лечат именно болезни, именно синдромы мои. И я замечаю в последнее время, что мне стало легче. Уходит сухость и остальные симптомы. Поэтому я вижу, что мне идет на пользу именно это лечение. С периодичностью две недели я приезжаю в клинику, проводят обязательное обследование, исследования нужные в данное время и ставят укол. А следующие две недели я уже пришла к такому моменту, что сейчас я оставлю себе сама дома эти уколы, все препараты мне даются в руки. Она уже два года в программе. Это возможность не только помочь ученым, но и самой получать быстрый доступ к лечению, проходить бесплатное обследование. Надеюсь получать это долго лекарство, пока идет процесс исследования. И потом, если оно пройдет, это обследование с положительными результатами, и оно выйдет в продажу, то тогда я тоже смогу его получать. Поэтому я надеюсь, что мой опыт поможет, и мои результаты положительные помогут в том, что он выйдет на рынок, этот препарат. Я буду его принимать. Клиника создавалась под проект профилактики болезни Альцгеймера. Добровольцы получали препараты и за ними наблюдали в течение пяти лет. Сегодня тут ведут исследования по самым разным направлениям. Неврология, очень много нейродегенеративных заболеваний. Мы принимали участие в клинических исследованиях. Это кардиология. У нас был ряд протоколов по профилактике дислепидемии и сердечно-сосудистых осложнений. Мы работаем в психиатрии, в том числе в детской психиатрии. С весны наборов новые западные исследования тут прекратились. Но при этом уже начатые испытания продолжаются, и, как обещают компании, будут доведены до конца. Когда стали останавливать новые исследования в России, то текущие исследования, ну, как минимум в нашем центре, они все продолжились. Часть анализов мы сейчас отправляем в российские лаборатории. Это инвитро и хеликс, поскольку мы должны оценивать довольно быстро, да, безопасность для пациента. Поэтому, ну, вот, фармацевтические компании, в том числе глобальные, ряд из них приняли решения, да, и мы сейчас работаем с российскими лабораториями. В то же самое время, те образцы, которые требуют оценки в центральной лаборатории, они продолжают поступать в центральную лабораторию, несмотря ни на какие сложности. Петербургская фармкомпания «Биокат» известна своими инновационными разработками. Сегодня тут все больше исследований именно российских и прорывных препаратов. Количество проводимых клинических исследований у нас увеличилось. Если в прошлом году было 23 активных программы, уже в 22-м их 37. И мы планируем увеличивать количество проводимых одновременно клинических исследований. Компании выдано разрешение на изучение оригинальных препаратов, разработанных в России, в том числе для терапии меланомы и других заболеваний. В августе мы получили разрешение на проведение клинического исследования при спинально-мышечной атрофии, где будут участвовать детки до 8 месяцев. Также активно реализуется программа при нейробластоме, также у пациентов младшего возраста. Интересным является исследование нашего оригинального и не похожего ни на какие другие препараты для лечения болезни Бехтерева. Это по-другому называется спондилоартрит. И сейчас уже завершается набор во вторую фазу клинического исследования. Сначала это были обычные боли в спине, потом и уколы, и блокады уже не помогали. Виктору Сошникову, как чаще всего и бывает в случае анкилозирующего спондилита, она же болезнь Бехтерева, диагноз поставили в молодом возрасте. Боли в суставах, скованные подвижностью препараты, единственное, что усовершенствуется, и болезнь не поддается полному излечению, только купируется. Сейчас он в ремиссии и проходит регулярное обследование в Институте лимфологии в Новосибирске. Именно здесь больше 20 лет занимаются проблемами ревматологии. Болезнь Бехтерева, вызывающую срастание позвонков, довольно успешно все эти годы лечит генноинженерными препаратами. Но они дороги и требуют особого хранения. Средний курс лечения пациента с болезнью Бехтерева генноинженерными биологическими препаратами составляет сегодня в России от 400 до 800 тысяч рублей в год. Это серьезная нагрузка на бюджет. Так тут задумались над альтернативным препаратом. Болезнь Бехтерева чрезвычайно широко распространенное ревматическое заболевание. Принято считать, что примерно 0,2-0,6% населения земного шара строгает этим недугом. Это колоссальная цифра. Среднестатистический больной заболевает примерно в 20 лет. Примерно 10 лет болезнь проявляется тем, что у него по утрам болит спина. Он не уделяет этому внимания. Он считает, что его все будут считать каким-то там симулянтом, агромантом. И только тогда, когда он уже не может подняться с постели, он начинает о себе думать. Сейчас идут доклинические исследования. Препарат будет основан на оптомерах, небольших молекулах, которые связываются с молекулой-мишенью и бьют в цель. Оптомеры – это синтезированные, искусственно, химически синтезированные короткие фрагменты нуклеиновых кислот, которые способны специфично связывать строго определенную молекулу мифени. В нашем случае такая молекула-мишень – это интерлекин-17, который запускает воспаление при спондилоартрите. Наша задача – связать при помощи оптомера эту молекулу и помешать ей, дать сигнал для воспаления. В этой лаборатории молекулу синтезируют, пока исследования идут на специально выведенных мышах. Синтезировали молекулу, показали, что она не токсична для лабораторных животных и показали, что у мышей, у которых мы специально вызвали спондилоартрит, после введения оптомера смягчаются признаки болезни. То есть у них увеличивается подвижность, они лучше ходят. Инновационный препарат после всех фаз исследований может быть готов к 2030 году. Новое вещество пациенты должны будут колоть, как диабетики, инсулин всю жизнь. Поэтому для него в институте разрабатывают и ручку-гаджет для инъекций. Максимально удобно было бы создание специального устройства, в котором был бы резервуар с лекарственным препаратом, на примере инсулиновой помпы или инсулиновой ручки, которая длительное время может находиться с пациентом вместе, и при этом лекарственный препарат не портится, не теряет свою эффективность, сохраняет привычную активность. И вот оптомерные технологии позволяют нам предположить, что такое устройство может быть создано. Исследование пока на старте, но сотрудникам института уже удалось проверить препаратную безопасность. Путь от молекулы до фармрынка у инновационных лекарств во всем мире занимает годы, даже десятилетия. Но только так, шаг за шагом, ученые работают над тем, чтобы в будущем их препараты были доступны большему количеству пациентов.